В России будут наказывать чиновников за недостоверные сведения о подготовке к зиме. Проект закона об административной ответственности за это рассмотрят, возможно, уже в ноябре. Об этом сегодня вечером объявлено совещание, которое Владимир Путин провел с министрами. Это, конечно, не единственная тема. Подробности сейчас узнаем у нашего корреспондента Павла Краснова на прямой связи. Павел, здравствуйте, вам слово. Да, Виталий, ну, во-первых, действительно, на этой встрече президента с членами правительства была затронута тема, которая касается, наверное, каждого. Это подготовка к зиме. Президент выслушал доклад о том, как сейчас идет работа в разных регионах страны. Рассказывал об этом министр строительства ЖКХ Михаил Мень. После чего президент потребовал в срочном порядке все работы, которые связаны с подготовкой к отопительному сезону в России, завершить. Скоро благоприятные климатические условия сменятся гораздо менее благоприятными. Поэтому самое время справиться о том, как мы подготовились к зиме. На сегодняшний день по правилам представления коммунальных услуг местные власти должны были, дождавшись температуры 8 градусов и ниже 8 градусов, должны были 5 дней выдержать для того, чтобы запустить официальный отопительный сезон. Получалась так называемая холодная неделя, и на сегодняшний день мы ситуацию эту изменяем, и больше этой холодной недели не будет. Отопительный сезон начался у нас в 70 субъектах Российской Федерации. Если что-то еще где-то не сделано, нужно обратить на это внимание, и срочно завершились все работы. И очень рассчитываю на то, что все, что было сделано до сих пор, будет функционировать и функционировать ритмично. Ну и добавлю, что о готовности объектов энергетики президенту доложил министр энергетики Александр Новый, который в частности сообщил, что подготовка энергопредприятий Крыма идет без отставаний. Ну и кроме того, на этой встрече обсуждался ряд важных экономических вопросов. Это и ситуация, которая в целом складывается в экономике. И, наверное, ключевая тема этой инвестиции, тема более чем актуальная в нынешних обстоятельствах, особенно в условиях торговых ограничений, когда, с одной стороны, экономика нуждается действительно в новых проектах, с другой, финансирование таких проектов затруднено из-за того, что для российских банков фактически закрыт западный рынок капитала. Так вот, в связи с этим президент потребовал скорейшего запуска программы рефинансирования банков под инвестпроекты. Программа, которая, безусловно, необходима, несмотря на то, что может лечь дополнительной нагрузкой на бюджет. Вот об этом, обо всем президент говорил с министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. Вы знаете, как сложно было работать в этом году при подготовке бюджета и какие споры, дискуссии велись по поводу того, нужно или не нужно увеличать расходную часть бюджета, как много спорили на этот счёт. Вот выработали механизм, с которым согласны все, в том числе и Минфин. Он такой целевой, точечный, но надо его разворачивать быстрее. Мы же об этом говорим уже почти год, и вроде всё готово, а механизм не запускается. Вот в этой связи возникает действительно мысль о том, что, а может быть, Минфин прав был изначально, что стоял на страже как бы не распечатывание кубышки. Потому что если мы не можем запустить такой эффективный точечный механизм, то, значит, может быть, мы не готовы к эффективным расходам инвестиционным. Это не предполагает бюджетных расходов. Гарантии пойдут на долг, но расходы текущих не будут ни копейки. Алексеевич, мы с вами всё понимаем. Мы делаем не в бюджетных расходах. Нужно этот механизм запускать как можно быстрее. Здесь запускаем. Ну и добавлю, что о перспективах инвестиционного рынка президенту сообщил министр финансов Антон Силуанов, который проинформировал о прошедшей недавно встрече министров финансов стран Большой Двадцатки. Так вот, на этой встрече было предложено сформировать глобальный инфраструктурный центр, куда стекалась бы информация о крупных инфраструктурных проектах, которые реализуются в странах Двадцатки, и которые могли бы быть интересны глобальным инвесторам. Так вот, Россия, как было сказано, предложение, соответствующие заявки, проекты для такого центра сформируют в следующем году. Виталий. Павел Краснов о заявлениях на совещании президента России членами Кабинета министров.